Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 5 августа, очередной массовый сбор томатов. Вот видите, лотки уходят туда вдаль в горизонт, как обычно у меня. Если до этого я вам показывала томаты и показывала и просто восторгалась, вы смотрите какие красивые, смотрите какие прекрасные, то сейчас я хочу снять видео, как бы выразиться, более информативное. То есть я хочу в этом коротком видео рассказать, какие сорта в этом году у меня были самые урожайные, то есть какие сорта поразили меня прям, что я ходила и удивлялась. Ой, как он увешан плодами, да сколько же их много! Ну начну я сейчас. Конечно, я расскажу только о тех, которые собиралась сегодня, потому что у меня всего в этом году 700 сортов насеяно. И в таком коротком видео обо всех не расскажешь, расскажу о тех, которые сейчас вот в данный момент присутствуют у меня. Начну с сержанта Пеппера. Я уже несколько видеороликов о нем снимала, он у меня впервые. И я, как обычно, думая, что это вот такой экзотический какой-то, иностранный, возможно будет капризный, я не ожидала от него такой отдачи. И еще я говорила уже, что у него куст такой хлипкий, листики тоненькие, сам он хилый. И вот по отзывам других зрителей я тоже поняла, что все первый раз, которые его высаживают, они думают, то ли он выживет, то ли не выживет, но сколько-то даст плотов, и слава богу, но он потом всех поражает своим урожаем. Вот я сейчас собирала, Катя мне помогала. Это еще не все сержанты Пепперы. Они, во-первых, не вошли даже в лоток, и что сейчас она пошла еще за дополнительной тарой. Ну а я говорю, а я пока похвалю тогда вот те сорта, которые удивили. Вот он меня удивил, он меня поразил, потому что он увешан весь плодами, что в теплице, что на улице одинаково. Так, идем дальше. Ну это кровавая мэрия, я еще не знаю. Вот это Джала Санта. Кстати, вчера зрительница написала перевод «Святое желе». И он действительно янтарный такой, желеобразный. Но так как я его тоже, ну первый год выращиваю, если этот сержант Пеппер, он индотерминатный, у него побольше урожай, то этот дотерминатный, у него урожая поменьше, и он как, ну средняя урожайность. А вот из таких, которые дотерминашки, меня опять в этом году еще раз, ой, тут укроп качается, мешает, еще раз удивил и поразил томат «Русские колокола». Мало того, что он такой красивый, вы смотрите, вот даже полюбоваться и то загляденье, но на нем столько много плодов. Я раньше показывала всегда в теплице, в этом году в открытом грунте он еще больше меня удивил. Он плодоносит, и плодоносит, и плодоносит. Начал рано, он же ранний сорт. И до сих пор я хожу, оббираю, оббираю, оббираю. А какие в этом году они сладкие. Все желтые томаты в этом году сладкие. И вот из этих, вот что мы сейчас набрали, самые главные рекордсмены по урожайности, это сержант Пеппер и вот «Русские колокола». Причем так сошлось, что сержант Пеппер – это иностранец, а «Русские колокола» – это наши. И вот они создали прекрасный тандем. Вот это лежат, даже еще не знаю, что такое. Ну-ка, некоторые сорта вообще же впервые. Какой-то хор, во, раз. Это тоже очень интересно. Они уже спелые, мягкие, мягкие. А смотрите, как полосатенькие лягушата зеленые. Это вот «Белая королева», по-моему. Короче, опять в этой партии очень-очень много новых сортов. Вот это прекрасный синий том. Я сегодня сняла видео с уральской теплицы, где описала, сразу показала в лицо много новых томатов, новинок, которые иногда сама первый раз вижу. Но вот этот томат ни с чем не спутаешь. Вот это томат ладошка. Видите, они плоские, как гребешки, огромные, но в них так мало семян. Я в этом году опять много кустов насадила. В прошлом году было много кустов, целая аллея. Наковыряла семян всего несколько десятков, никому не досталось. Вот именно поэтому в этом году он у меня переведен в разряд. Те, которые по пять штук фасую. Но прекрасный семейный сорт, как чья-то семейная реликвия, кто-то его вывел. Тоже сорт коллекционный. Он больше поражает красотой. Да, они огромные, вот он и загадка Долина Рос. Так, что тут у нас еще? Ну, гаргамельки, гаргамель, ну тоже я не скажу, что она меня прям сильно удивила урожайностью. Вот с этой партии, которую я сегодня собрала, конечно, больше всего меня поразил. И урожайность прям такая убийственная. Это сержант Пеппер и русские колокола. И еще, вместе с тем, что они урожайные, до чего же они красивые. Что вот этот яркий такой, солнечный, вот прям счастливый такой томат, поднимающий настроение. Что сержант Пеппер, этот поражает своей яркостью, таким оптимизмом. Хочется сразу горы свернуть. А сержант Пеппер наоборот, своей необычностью, своей загадочностью. Ну и сегодня я, наконец-то, добралась до козул. Сегодня, снимая уральскую теплицу, первый раз буду снимать козулы. И буду все вам проводить дегустацию. Уж какие сорта и можно обойти стороной. Только не эти. Очень уж они, очень их все люди расхваливают. И очень они для нас, вот для нашего региона, редки и необычны. Вот эти козулы разные, под разными номерами. Ну все, до свидания. Работы себе опять я сегодня насобирала. Пойду добывать семена. Кстати, про... Хочу добавить про рассылку заказов. Хоть я и рассказывала условия подробно, некоторые пишут. Вот 1 августа еще отправили, уже 3 августа. Вчера я читаю, что ни ответа, ни привета. Решил в этом писать еще раз. Не нужно писать повторно. Ждите хотя бы 10 дней. Вы понимаете, что я вчера до часу ночи сидела, отвечала на вопросы. Но ответила, опять же, не всем. И отвечаю, я номера рассылаю не в очередности. Не 1, 2, 3, 4, 5. А вы понимаете, что кто-то письмо с заявкой выслал раньше, а у него номер уже 120, кто-то выслал позже. Если у вас есть оплата, если вы оплатили, все это в банковской распечатке. Я уже съездила, взяла банковскую распечатку. Все это там есть. Вы не останетесь без номера. Только, пожалуйста, меня не требушите лишний раз. Уже есть у кого-то по 5 писем, по 6 писем. Ой, забыла адрес. Ой, не написала индекс. И потом в конце еще контрольный выстрел. А вы получаете хотя бы мои письма? Вы что, не отвечаете? Я на все 6 писем отвечать не буду. Я когда весь заказ соберу, тогда вам отвечу. Возможно, что через 10, через 12 дней. Все, до свидания. Все будет хорошо. И заказы примем. И семена все. Я уже говорила, что сейчас самое главное сделать качественные семена. Вы смотрите, томаты же спеют. И важно не упустить момент. Это вам же потом будет хорошо, что я так хлещусь с ними, что я стараюсь их вовремя снять. Не даю им переспеть. Вы должны обратить внимание, что все томаты, которые я таскаю, уношу сейчас на сбор семян, они все у меня чистенькие, все здоровые, без каких-либо... Даже вот вчера показывала золотой лимон, золотая канарейка. Даже все те, которые носатенькие, они без вершинной гнили, они без каких-то... без признаков фитофторы. Но это вполне естественно, потому что у нас такой сухой год, жаркий. В этом году семена будут отличного качества. И мне нужно приложить, конечно, все усилия, чтобы они... Вот видите, вот про сержанта Пеппера говорила. Сейчас Катюха дособирала, еще один лоток принесла. Но сержант Пеппер дал нынче, показал свою плодовитость. И вот на что я хочу обратить внимание. Мне же нельзя передержать томаты. Мне надо, чтобы они были свеженькие, но спелые. Спелые, но не такие, как бывает, что доквашни. Все хорошие, все чистые. Будут отличные семена. И тот, кто ждет терпеливо и не... Как? Лишний раз меня не отвлекает. Поймите, написав лишние 3-4 письма, вы удлиняете период ожидания не только для себя, но и для других людей. Вчера вот отвечала вот на такие письма, на которые можно было бы и не отвечать. Ну, типа, что уже 3-е число, почему нет ответа? Ну, потому что еще рано. Все, до свидания. Я пошла работать. Спасибо. Спасибо.